Здарова, стратеги! С вами Синова Рима. Сегодня у нас очередная серия Total War. Трону Британии. Итак, у нас есть битва. Мы перехватили агрессоров, которые проходили по нашей земле. Потом пришли вот мы где-то в соседской земле. Мы напали на них, тем самым попросив у соседей пакты. Ну, у нас пакты нападения и, конечно же, пакты правопроходия. Итак, мы можем сделать либо ночную атаку, либо дневную. У них есть много войска, но они какие-то покоцанные все. По всей видимости, у них не хватает припасов. Смотрите, они еще в режиме грабежа. То есть у них штрафы всякие, общественный порядок, доход. И, естественно, перемещение по карте компании у них минус 25%. Далее, общественный порядок плюс 3. Длительные сосады. Здесь у нас зона влияния полководца. Ну, все это бонусы у нас показываются. Поехали! Выбираем простую погоду без каких-либо негативных эффектов. У нас лесная местность. Они находятся на возвышенности, да? Ну, что ж. Вы готовы к нереальной, эпичной, к обалденной битве? Дорогие друзья, так надо отправить своих лучников чуть-чуть вперед. Конится чуть-чуть позади. И копейщики вот в эту позицию. Полководца чуть-чуть назад. Ну, что ж. Выбираем всех подряд. И продвигаемся вперед. Так, мы, я думаю, лучше всего, знаете, что сделаем? Мы лучше вот так вот сделаем. Хоп. Вот здесь вот встанем. Погоняйте, говорит, коней. Так, полководца чуть-чуть назад. Сюда. Ну, вроде бы всех. Поставили. Только вот этот отряд остался, да? Топорники. Понял? Топорников мы с вами забыли. Топорники будут находиться тоже впереди. Кстати, мы можем смотреть. Смотрите, ребят, есть обалденная тактика, где мы сможем ее реализовать прямо здесь. Копейщиков отправляем в лобовую атаку, а топорников по бокам. Это тоже довольно хорошая тактика, но имейте в виду, что конница полководца может пойти на топорников. Топорники, они плохо. Выдерживают натиск полководца и все такое. Так, ну что ж. Не торопимся, смотрите, они уже делают по-свойски все. Кстати, они уже автоматически уставшие, потому что у них был грабеж, они крабили земли, и их войска реально устали. То есть, если пробел нажать, посмотрите, видите, как ноги такие желтые, оранжевые, можно сказать, да, желтоватые. Мы можем чуть-чуть отдохнуть. Мы свежие, они уставшие. То есть, это по умолчанию так, потому что у них был режим грабежа. А, уходит назад. Еще раз. Вот, наверное, вернее, мы сейчас, наверное, полководца чуть-чуть вот сюда отправим. Это сюда. Копейщиков здесь. Растянем. И вот здесь вот. Чуть-чуть вперед. Так же, я зажимаю альт, и мышкой вот так вот, видите, двигаю. Кто не знал, тот узнал. Начинаем. Рышать по ним. Огненными стрелами. Пошла мазута. Пошла музыка. Обалденно. Шатаем, шатаем, шатаем. Так, кто этот у нас? Вот они, ребята, по нам стреляют. Вот по ним, по ним, по ним, по ним, по ним, по ним, по ним. Ребята, давайте быстрее. Отлично. Отлично. Простыми стрелами начинаем их шатать. Кстати, по нам так жестко заезжайте, я вам скажу. Ничего страшного. Берегитесь, берегитесь. Хорош, прекрасно. Пока что обстрелами, так знаете, обмениваемся любезностями. Потом попытаемся выстрелить во вражеского полководца. Сколько их осталось? 39 из 80. Ну, практически еще немного, и будет все нормально. Конечно, затянемся. Ходите тут, грабите всяких. Интересно, мы дипломатически вообще улучшим свои дипломатические отношения с соседями. То, что мы отбили этих варваров, да, и набеги и прочее. Так, вот эти вот добиваем. Так, здесь 26 из 80. Да, простыми стрелами довольно интересно происходит это дело. Кстати, здесь нет такого понятия, как... Наши люди уже бегут. Смотрите, они превосходят нам, нас лучниками. И рассредоточат бойцов, бойцов мы не можем, к сожалению. Хорош. Огними стрелами пошли. Прекрасно. Хорош. Ну, горите. Отлично, один сгорел. Еще один сгорел. Ну, все, они уже по идее должны вот-вот побежать еще. Смотрите, как деревья горят, тоже обалденный. Так, прекрасно, вот этих вот добиваем. Ой, как они горят, прям горите. Горите, душу вашу мотал. 18 из 80. Серфы и лучники, я не знаю, что это такие, но походу они жесткие. Так, нам бы еще копиметателей подшатать. Хорош. Хорош. Так, вот по копиметателю работаем. Так, лучники. Вроде бы успокоились. Сейчас еще отработаем по копиметателю, ребята, и все будет нормально. Можем еще один вот так вот сделать. Короче, два отряда простыми стрелами, один отряд с такими стрелами работает. Так, вот этих вот добить. Близко, говорит, пролетел. Хорош. Гори. Гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. Гори, душу твоей мотал. Ну все. Так, вот этих вот осталось, да, чтобы пробить. Смотрите, они что-то задом встали. И ничего не хотят делать. Они уже начинают орать, пищать. Полководец вражески не хочет идти на наступление. Придется самому это сделать. Ну что ж. Я просто, понимаете, я сейчас хочу отстрелять копиметателей, потому что они просто залпами могут нас нормально так подшатать. Смотрите, они убегают от нас. Ополчение застрельщики. Тоже их расстреляем. Полностью прям попытаемся зарасходовать все это дело. Как это красиво выглядит, а. Как хорошо наблюдать, как твой враг горит, туча твоей моталь. У них есть щиты. Гори, гори, гори. Ясно. Чтобы не погасло. Ух. Это поражение, говорит, вот сбежали. И еще. Ну. 27 из 80. Умный искусственный интеллект, дорогие друзья. Мог бы, конечно, уже пойти на наступление, потому что просто наблюдать, как погибают их, его войны, вернее. Ну. Это так себе, я вам скажу. Параноги уносить пока можно. Хорош. Прекрасно. Начинаем стрелять вот в этих чуваков. Да начнется, не переживай. Скоро начнется. Как это классно. Камера аж прям дрожит. Смотрите. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Смелее, войны. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Вот это залп. Как это классно. Так, вы что, будете возвращаться, нет, сегодня? Вы всех до одного не сможете убить. Давайте, ускорое время. Быстро повыстреливаю в них. Чуть-чуть вперед отодвинемся. Чтобы враг не двинулся в нашу сторону. Так, тапанам уже стреляют. По этим ребятам тоже стреляем. Я думаю, достаточно. Все, вы видите, вот скрип заработал. Все начали убежать, а убегать, они начали на нас вести, а этот, подводить бойцов. Итак, что мы делаем? Мы сейчас должны заблокировать вражеского полководца своими копейщиками. На всякий случай. Так, полководец за копейщиками. Наша конница чуть-чуть левее от нас. Что тут у нас происходит? Лучники, давайте вперед, дайте. Лучники вперед, дали чуть-чуть. Кто там по нам стреляет еще? Вот эти вот ребята что ли? Копейщики-налетчики. Вольные топорники. Давайте по вольным топорникам поработаем. Вроде бы у них. Вольным топорником. Вот эти вот более богатые люди. Вот сейчас мы их сейчас вшатаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Назад. 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 Они уже идут на наступление. Пошла мазута. Да, у них закончились боеприпасы у наших пацанов. Отправляем их назад. Ну что? Сконцентрированный удар сейчас сделаем. Так, вот этот отряд. Этот отряд. И этот. Выставляем их назад сюда. Нет, 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 нет. Подожди. Этот отжимаем. Короче, вот так вот. Как мы их делаем? Чтобы не париться. Вперед отправляем. Так, копейщики здесь. Ну что, господа, готовы? Готовы. Давай отдаем приказ. Замедленные. Так, ты идешь сюда. Сюда. Нас уже обстреливают. Полководец за этим чуваком. Ну, вроде бы мы всех отправили. Никого не забыли. Конница. Конница заходит в лес. Поехали. Сразу же блокирую вражеского полководца, чтобы он нам ничего не делал. Пошла мазута. Мы на возвышенности. Копейщиков отправляем. Копейщиков отправляем. Копейщиков отправляем. Попейщиков отправляем сюда. Итак. Очень плохо то, что мы не можем догнать этих пацанов. Они нас обстреливают. И мы с ними ничего не можем сделать. Ладно, конницу отправляем сюда. Я пропустил. Я думал, это просто конница. Так, а... Конники-застрельщики. Поэтому ставим этот... Отвлекаем их на себя. Давай на полководца. Хрен с тобой. Хорош. Так, нам бы прорваться. Хорош, хорош, хорош. Прекрасно. Эт, просто гребаная жесть. На полководца все. Все на полководца. Ну давайте вот этих вот обьем. Вот это я понимаю. Выпускаем их в кишки. Копейщики. Скорей, бойцы. Так, что мы будем... Мы будем стоять до конца или что? Ну догонять их тогда. Че, блин, надо было их обстрелять. А я что-то не подумал, значит, этого. Так, конница отправляется сюда. Добиваем вражеского полководца. Давай, 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 добиваем вражеского. Блин, конница, смотрите, как хорошо справилась с вражеским. Телохранителем и полководцем. Я, правда, не знаю, кто наш, кто не наш. Я надеюсь, они узнают об этом. Ух, прям звуки такие классные. Копейщики на лючки здесь еще. Так, на полководца отправляем лучников. Все. Вот это я обожаю. Уху. Кребаная жесть. Битва века. 46, 45, 44, 17. Так, Копейщиков отправим на полководца. Прекрас. Сражен. Все, это победа. Конница, вражеского конница убежала. Мы, кстати, ее настигли. Я даже скриншот сделаю. Победа достойная садик. Ха-ха, туда-сюда бегут. Господи, Иисус, мы победили. Я люблю наблюдать после битвы. Вы поддержали нас, погодитесь, парни. Красота. Итак, нас было 1395, их было 1278. Наш потери, вернее, 321, их потери 1127. Хорошая битва. Но, по всей видимости, мы их не до конца сейчас. Давайте пополнить свои отряды. Да, надо будет их добить. Там всего лишь один полководец остался, да? Противник погибает в битве. Самогла держать тем, чтобы не просто так сложно. Но почить, конечно же, надо всегда воевать с кем-то, всегда с кем-то сражаться. И это очень классно. Итак, дорогие друзья, 889 год нашей эры. Лето. Посмотрим, кого мы можем апнуть. Наш губернатор повышает свои навыки. И есть возможность даже добавить какую-то характеристику, либо священника. Не знаю, есть ли смысл ему священника добавлять. Но выживший, веселый, безумец, решительный. Так, потерял статус полководца, минус верность. Ну, то, что я убрал его, да. Давайте ему верность сдадим опять. Верность очень, ребята, важна. Для дальнейшего прохождения нашей компании. Это очень важно. Кстати, мы здесь можем что-то сделать? Мясника мы можем сделать. Сельскохозяйственные поместья плюс один. А припасы нам придется, наверное, перестроить. Некоторые постройки. Выберем. Так, военно объявлено. Арегала брифни. Так, битва. Инис Файтлин. Не знаю. Короче, мы их еще должны добить. У нас всего лишь три армии. Надо будет четвертую армию сделать, но это еще не скоро. Так, у нас еще вот этот вот чувак есть. Да. Плохо. Вообще, с кем мы еще воюем? Нам бы, конечно, вот это вот поместье забрать. Чтобы было все чеки-поки. Так, заблокируем. Нашего короля отправляем Бердер забрать поместье. А этих ребят чуть-чуть назад. Потому что у нас скоро будут всякие бунты. Вот здесь бунт у нас намечается. Через два-три хода точно он будет. Поэтому отправлю их назад. Чтобы предотвратить все эти восстания. Значит, у нас 1379. И золотых монет. И, в принципе, есть шанс что-либо где-то построить. Прямо по списку сейчас пробежимся. Что-то надо перестроить. Здесь мы перестроили это дело. Это дело. Так, здесь. Придется захватить. Придется объявлять войны другим нашим соседям. Но чуть позже, как только я изучу нужные технологии. И, конечно же, наберу нормально войско. Потому что у нас земли-то разбросаны. Надо ими их контролировать, держать и прочее. Ламп, поехали. Балагородный отпрыск. Уфейк его зовут. Детская смертность. Жизнь жестока. Этот мальчик умер. Не достигну совершеннолетия. Это кто? Ну, чувак. Примимые соболезвания. Как бы. Принимать мы никакие пока что уставы и законы не будем у нас. Не хватает денег. Кстати, я вот что-то хотел перестроить, да? Здесь. 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 Где-то было. Где-то было. Кстати, копии мы можем перестроить. Берга, да. Берга здесь. Здесь. Так, это четвертого уровня. Это пятого уровня. Ты же... А, нет. Не получится. Хорошо. Сторожку. Дюфлин. Минус 150. Припасов. Минус 20%. Общес порядок плюс один. Ну, так себе, конечно. Зато гарнизон хороший дает. Давайте построим. Дополнительную сторожку. Или как ее? Дюфлин, да? Или как называется? Казармы стражи называется. Гарнизон, который добавляет. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Кстати, здесь слава плюс 15. Нам бы, конечно, построить еще и нормальную гавань. Викингов. Большая церковь. Ну, здесь, конечно, цены просто невероятные. Нам либо грабежом заниматься, либо еще что-то. Так, куда эти ребята пошли? Нифига себе, здесь у нас 12 армии появилось. Что? Ага. Это восстание у наших соседей появилось. Давайте их разобьем, ребята. Я думаю, их можно запросто разбить. У них восстание произошло. Или они... А нет, это вот эти вот, ребят, с кем мы воюем, да? Говори открыто и честно, или уходи. Кэшел. Кэшел. У них либо восстание, либо они освободили свои захваченные земли. Как раз, блин, я как раз хотел забрать эту землю. Эта земля была наших союзников, так называемых. Они ее потеряли, мы ее подхватили. Обожаю эту игру. Кстати, так же может произойти и с нами. Если мы что-то теряем, ее союзник может подхватить. Просто обалденно. Ладно. Такая вот короткая серия. Спасибо большое за ваше внимание. В следующей серии мы будем забирать, воевать, шатать. Забирать женщин и детей, конечно же. Ну и запивать ромом. Что, ром тогда не был, да? Просто... Что у них, что они там пили? Напишите в комментариях. Да, и еще раз спасибо большое за ваши пожелания, поздравления. Это я по поводу прошлой серии. Спасибо большое, ребят. Вы лучшие. Просто спасибо. Римас, спасибо не булькает. Спасибо в карман не положишь. Римас. Все подачи. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok